Внимание, Кузнецов Дмитрий Евгеньевич. По поручению АО «Банк Русский Стандарт» информируем вас об уникальной возможности погасить задолженность на выгодных условиях. Срок акции ограничен. Для получения детальной информации служите с нами по телефону 8 800 775 1730, звонок бесплатный. Сообщение от финансового агентства по сбору платежей для соединения с оператором нажмите «1». Для повторного прослушивания сообщения нажмите «2». Пожалуйста, оставайтесь с нами. Добрый день, вы позвонили с финансового агентства по сбору платежей. Меня зовут Мова Людмила Дикторовна. Я вас слушаю. Девушка, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Добрый день. Ага, мне сейчас робот сообщил, что есть какое-то уникальное предложение по поводу моих отношений с банками. Как у вас все имя, отчество? Меня зовут Дмитрий Кузнецов. Но мне ж позвонили, я не понимаю, вы не знаете. Ну, вы назвали единицу для связи с оператором, соответственно, я уточняю ваше имя, отчество. Вы находитесь сейчас на входящей линии. Нет, то есть у меня деньги снимаются, да? Кузнецов Дмитрий Евгеньевич, да? А вы, говорите, не знаю. Я правильно к вам обращаюсь? Да, правильно. Что меня напрягает? Вы из банка? Или что за это? Существует. Я вам представила, как только взяла трубку. Вы слышали? Да, я слышал. Да нет, я делал в том, что, собственно говоря, хотел бы выяснить, это из банка предложение или от вас, коллега конкретно? Ну, конечно. Нет, это от банка предложение. И что там за уникальное? Мы никакие предложения не... Мы можем озвучить предложение, которое оно выставляет кредит. Соответственно, звонок вам поступил по поручению банка Русский Стандарт. По вопросу вашей задолженности. А вы Восток Финанс называетесь, да? Нет. О, как это нет? У них же агентский договор с Восток Финанс. Агентский договор с финансовым агентством по сбору платежей акционерное общество. Город Посла, улица Крутистевал, дом 14. А вы уверены? Я просто вот три дня назад был в банке. Уверена. Не знаю, это не такого агентства. Значит, Дмитрий Евгеньевич, договора могут заключаться с несколькими коллекторскими агентствами. Что, правда? Да. Вот это да ладно. Нет, ну понятно с несколькими, но у них только с одним. Восток Финанс. Окей. Хорошо, про уникальное. Что неправда. В банке меня обманули? Я не знаю, кто вам в банке предоставил данную информацию. Руководители. Дмитрий Евгеньевич, переходим к вопросу вашей задолженности перед банком «Русский стандарт». У вас существует по состоянию на 24 июня 2016 года существует задолженность по продукту Visa Gold золота. Для полного взыскания у вас составляют задолженность 621 850 рублей 91 копейка. У вас задолженность 2014 года и по данному продукту вам начисляют банки ежедневно неустойку в размере 0,2% в день. Так не имею права. Это виртуальная цифра, я не согласен. Хорошо, давайте, наверняка у вас уникальное предложение. Все это сейчас в помойку, вся эта сумма улетит. Вы, наверное, что-то предложите полезное для меня, да? Ну, единственное, что я могу вам предложить, это реструктуризацию данной задолженности. Нет, ну вы понимаете, 202 тысячи справка из банка. Вы про 600 говорите. Это что вообще такое? У вас основной долг 291 057 рублей 83 копейки. Это основной долг. Неустойка, которая вам начислялась в размере 0,2% в день. Это 280 тысяч 689 рублей 72 копейки. Штрафные санкции в размере 4200 рублей. Сколько штрафные санкции? 4 тысячи? 4 тысячи 200. 4 тысячи? 4 тысячи 200. Штраф. Хорошо, дальше, пожалуйста, извините, что перебил. И проценты 45 тысяч 903 рубля и 36 копеек. Так, то есть, сейчас хочу я отдельно услышать. 290 тысяч вы озвучили сумму основного долга, а 600 чем? 291 057. А вот еще 300 тысяч это что? 280 тысяч 989 рублей 72 копейки. Это неустойка, которая начисляется согласно условиям кредитного договора. А, это виртуальные цифры. Это виртуальные цифры. Я в суде эти цифры совершенно... А банк, наверное, и не будет их озвучать в судебном иске, потому что он понимает, что это идиотство. Вы понимаете это, что это идиотство? Нет, я понимаю то, что вы 2014 года не выполняете обязательства, нарушили условия кредитного договора и обязаны оплатить... Денушка, а вот... Это практически надо за законодательство. Вы вообще комментарии же, вот я слышу, какие-то там выстукиваете. Ваш сотрудник, который вчера со мной разговаривал, выстучил комментарий, что я адвокат, что я юрист, и карту у меня украли, и банк совершенно отрицает, что он какому-то там агентству передавал информацию, что год назад я письмо лично в банк отнес, где отозвал свое согласие на обработку персональных данных и передачу этой информации к этим лицам. Выстучено у вас там комментарии? И что? И что? Ну и что, Дмитрий Евгеньевич? И что? А что, для вас закон не писан? Вы осуществляйте свои действия с банком «Русский стандарт». Банк «Русский стандарт» предоставляет нам информацию, мы ее обрабатываем, согласно услуги, на главный договоре 2005-й статьи Гражданского кодекса. Денушка, вы меня слышали? Я сказал, что я год назад... Я вас слышала. Да нет, вы еще раз вникните, что я вам сказал. Значит, банк «Русский стандарт» в банке заявления не принял. Как это он не принял? Вот так вот, решайте этот вопрос с банком «Русский стандарт». Мы здесь при чем? Скажите, пожалуйста, Дмитрий Евгеньевич. При том, что сейчас вы ведете совершенно незаконную деятельность. Тожгайтесь личное пространство без моего разрешения ко мне. На основании чего мы ведем незаконную деятельность? Не на основании чего, а вопреки. Вопреки. Вопреки чему? Хорошо, вопреки чему? Вы... Статью вам назвать? Это жестко будет, 163-я. Дмитрий Евгеньевич, знаете... Вымогательство. Послушайте, я вас проинфо... Вымогательство, и кто вас что вымогает? Вы мне лепите какую-то цифру. Если вы адвокат, вы думали, что вы берете денежные средства и банк вам подарит, а вы потом будете рассказывать статьи, по которым вы оказываете не платить, о том, что мы будем друг с другом спорить, кто больше статей знает. Всего доброго. Конструктив вы...